Для меня огромная честь представить мою презентацию. Большое удовольствие и честь, несмотря на то, что мы далеко находимся друг от друга, но во всяком случае мы можем присутствовать вместе на этой прекрасной секции. Мы будем говорить об органах, сохраняющих операции пациенток, страдающих раком шейки и матки. Мы будем говорить о тех противоречивых моментах, о будущем данного подхода. Я хочу поделиться своим опытом в отношении решения данной проблемы. Как вы знаете, молодые пациентки, образованные определенного социально-экономического уровня, если поставлен диагноз рака, то это, в общем-то, такое событие, которое изменяет всю жизнь пациента. Длительно мы беседуем с данными пациентами, с пациентками, с парами. И в большинстве случаев все-таки женщины принимают какое-то компромиссное речение. Какие же опции у нас существуют? Как нам необходимо провести хирургическое вмешательство для сохранения способности женщины к рождению ребенка? Мой коллега и друг Даниэл Дарджент предложил методику радикальной тракелектомии. Прежде всего, определенные условия должны быть льдяны. Это небольшая эндоцервикальная опухоль, ступя от края шейки, не более 0,5 сантиметра. Нет отсутствия атипичных гистологических находок. И необходимо, конечно, чтобы лимфоузлы были свободны от метастатических поражений. В литературных источниках существуют различные подходы, показания для тракелектомии. Это радикальная региональная тракелектомия. Радикальная абдоминальная тракелектомия. А также роботосессированная радикальная тракелектомия. Нам необходимо осторожно обращаться со всеми теми хирургическими инструментами, особенно в случае роботосессированной тракелектомии, для того, чтобы использовать манипуляции очень аккуратно, без повреждения внутренних структур, для того, чтобы сохранить матку как око. французские коллеги представили следующие результаты. Мы можем увидеть, что касается радикальной вагинальной тракелектомии, по сравнению с другими методиками. Мы видим также, что процент возникновения беременности в данном случае, 44 в случае роботосессированной методики. Ну, например, если проводится классическая тракелектомия, то мы можем наблюдать преждевременное рождение ребенка в как минимум 15% случаев. Наш опыт в основном основан на радикальной вагинальной тракелектомии. Это стандартная техника. Она непростая в своем исполнении. Она состоит из двух частей. Это лабароскопическая часть, вагинальная часть, а дальше осуществление гемостаза. Слева мы видим основную схему опирургического вмешательства, где проводится диссекция. Показано это зеленой линией. С моей точки зрения, нам необходимо использовать так называемую пальцевую методику для того, чтобы оценить высоту оперативного вмешательства, а также использовать гистологические исследования, в частности, проведение биопсии, для того, чтобы определить высоту линии резекции, чтобы вы могли сохранить адекватную длину шейки матки для обеспечения впоследствии возможности к беременности и деторождению. Вопрос заключается в следующем. Здесь я хотел бы показать видео данной техники. Оно достаточно длительное. Молодая пациентка. И мы видим, как происходит выполнение диссекции сигнальных лимфоузлов. Затем время открытия вагинальной части. И на этом видео... Вот я могу просто предоставить это видео для всех участников этой конференции. И вы можете ознакомиться с данной техникой. Те, кто заинтересуется этой техникой. Мы используем видеокальпоскопы для получения увеличенного изображения. Например, если организационный комитет согласится, можно распространить это видео. И опять же, давайте посмотрим, как проходит эта процедура. Мы используем видеокальпоскоп. Демонстрируем технику пошагово. В некоторых моментах, на некоторых стадиях оперативное вмешательство, может быть, могут столкнуться с хирургическими сложностями. Потому что мы понимаем, как происходит диссекция. И диссекция может быть достаточно сложна. Один из моих коллег разработал технику, которая показана здесь, как проводить диссекцию в средней части, используя время. Мы накладываем вот такие петли между мочеточником и между входом в мочевой пузырь для того, чтобы пройти это место легче. Это очень полезная техника. Например, если мы работаем в случае с пациенткой с узким влагалищем. И эта методика опубликована в международном гинекологическом журнале. Здесь представлено, как выглядит шейка матки через две недели после хирургического вмешательства с бортерадикальной антракелоктомией. Я хотела бы также упомянуть и сказать о некоторых моментах, что касается при наступлении беременности. Прежде всего, это не были такие советы акушерам, как вести таких пациентков. Конечно, возможно, определенные осложнения, которые были описаны и в литературных источниках. Наиболее интересный момент для меня 20% у этих пациенток пациентки не имеют сексуальных отношений, но это временная ситуация. Что же касается индивидуальной радикальной операции? Каким образом мы можем радикальность адаптировать в зависимости от обстоятельств? Конечно, мы можем это делать. Диссекцию можно также планировать. На самом деле, здесь мы видим очень краткие замечания касательно этого. Здесь опять у нас сигнальная концепция, так сказать. Уже было сделано прекрасное выступление по данному вопросу о сигнальных лимфоузлах. Я не буду повторять, но здесь вы видите слайды, связанные с результатами некоторых иных исследований. И здесь у нас часто проблема у молодых пациентов. На самом деле, у них очень много татуировок. И вы видите, что все практически татуировки приводят к тому, что тушь попадает и блокирует на самом деле лимфатические потоки, протоки. И очень трудно иногда в результате у таких пациентов найти сигнальные узлы. А значит, и диагностировать лак должным образом. Ну, действительно, мы сейчас активно участвуем в этих исследованиях. И одно из них показывает, что при сравнении результатов патологических исследований, мы видим здесь критические различия. На самом деле, настолько серьезные, что мы можем говорить здесь о том, что именно патолог может играть здесь чрезвычайно важную роль, потому что он может помочь в определении, где находятся сигнальные узлы. Более 50% пациентов очень трудно их определить. Поэтому, конечно, очень важен такой новый подход и использование опыта патологов. результаты на самом деле будут скоро опубликованы и с ними можно будет познакомиться. Конечно, хотелось бы представить вам результаты, но результаты, как я сказал, будут опубликованы несколько позже. И действительно, определение локализации сигнальных узлов является чрезвычайно важным вопросом. И мы работали с более чем сотней пациентов, и у нас было только три пациента, три случая, которые не позволили нам определить сигнальные узлы и с их помощью метастазы и так далее. что касается радикального подхода и особого такого подхода. На самом деле, конечно, здесь онкологические результаты различными являются в разных исследованиях. Вот у нас одно исследование, где у нас было примерно 200 пациентов, и у нас здесь было много различных онкологических результатов. И мы видим здесь, каковы были случаи рецидивов, какой процент. Мы видим здесь по локализации, как они распределяются, эти рецидивы. Это результаты исследования. Конечно, рандомизированные исследования не дают нам легких ответов на эти вопросы, и мы понимаем, что коинезация, наверное, тоже может оказать определенное воздействие. И мы ставим вопросы, эта коинезация, она как-то влияет негативно на акушерский исход или нет. И здесь можем говорить о том, что здесь у нас, конечно, здесь наблюдается определенная связь между возможностью забеременеть и возможностью выносить ребенка. И есть еще одно исследование проспективное исследование с участием 35 пациентов. Это исследование, которое проводится в одном медицинском учреждении, и там на самом деле действительно ограниченное количество пациентов и очень ограниченные критерии включения. И у нас только был один рецидив, который привел к смерти пациента. Но здесь мы говорим о новых стандартах лечения, и здесь говорим о новых возможностях, о новых доказательствах этого. И все это описано в результатах документов. Очень скоро будут опубликованы данные по текущим исследованиям, которые оправдывают такие целенаправленные радикальные подходы. и на разных стадиях. Видите, на стадии 2 это вопрос, на стадии 3 запрет наложен, и видите, при ГОГ 278, даже на стадии 2 тоже это невозможно. Я поэтому очень осторожно бы относился к интерпретации этих данных. то есть с моей точки зрения конирование не является так же онкологически безопасным, как радикальная трахелитомия. И здесь есть определенные показания к ней. В заключении хочу сказать, что радикальная трахелитомия в сочетании с лапароскопией и лимфодонектомией конечно является стандартным приемом, потому что дает малое количество рецидивов. Конечно нужно обязательно учитывать и радикальность лимфодоктомии и параметроктомии. Здесь все должно основываться на индивидуальном подходе. и критерии для менее радикального хирургического вместостательства должны быть так же определены. Вот это замечательная фотография из Бразилии. К сожалению, Бразилия ужасно страдает от COVID-19 сейчас. Ну, как мы знаем, конечно, здесь у нас две разные реки сливаются Рио-Негро и Рио-Амазонка. Амазонка, видите, как они сливаются на самом деле. Здесь это происходит по причине каких-то химических процессов. То же самое слияние и химические различные процессы должны учитываться и в онкогинекологии. Спасибо за внимание.